Дай почитать. Он рассказал о семи выдающихся родах, которые, поднявшись на самую вершину власти, оказались в царской немилости и стремительно уходили с исторической сцены в глухое небытие. Так трижды попадали в опалу Лопухины, дважды Монсбалк. Даже светлейший князь Александр Данилович Меньшиков угодил в Сибирь, а с ним пропало и все его семейство. Униженные и уничтожены Долгоруковы, Голицыны. По 20 лет провели в ссылках Бирон и фельдмаршал Меньх. Причиной падения и краха известных фамилий становились или придворные интриги, или политическая борьба, или вызывающие и раздражающие императорскую особу поведение. Действие происходит в бурный период русской истории, конец 17-го, первой половине 18-го века, где сталкиваются петровские любимцы, старая аристократия, придворные кланы и фавориты. Но при разных обстоятельствах однозначным становится причина. Во все времена есть яркие и гордые люди, страстно желающие славы, денег, власти и будоражащих кровь приключений. И ничего не поделаешь. Люди гибнут за металл, ну и за медные трубы и власть. Александр Данилович Меншиков – самый известный вельможа не только царствования Петра I и царствования Екатерины I, но и во всей истории русской монархии. Историки написали не одну книгу о его политической, военной, хозяйственной и административной деятельности. Но задача Андрея Дюнкина – подробно рассказать об опале Меншикова и его семьи. Представьте, дорогие слушатели, герцоги Жорский, светлейший князь Российской и Римской империи, президент военной коллегии, генералиссимус, адмирал, петербургский генерал-губернатор, действительный тайный советник и так далее, и так далее. Меншиков был одним из богатейших частных лиц Европы. Он имел до 100 тысяч крестьян в России и значительные земли в Вингрии, Ливонии, Польше. И если сложить все его земли, то получится не самое маленькое европейское королевство. Но блестящий и славный путь великого царедворца закончился в Березове. Он умер в возрасте 56 лет. И все же это самый обаятельный образ из опальных родов. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65 и Ленина 103А. До новых встреч!